Дорогие друзья, приветствуем вас на портале Экзегет, отвечаем на ваши вопросы. Поступил вопрос по поводу воспитания детей и легкомыслия. На что обращать внимание при воспитании детей? Хочу напомнить слова святого преподобного Антония Великого, который сказал, что единственный путь познания Бога — это доброта. То есть, если вы православные христиане, если для вас цель — это воспитать детей, чтобы они познали Бога, значит, нужно воспитывать детей добрыми. Вы не можете детям открыть Господу Бога, вы можете показать вот только на личном примере, но почва добрая, она, когда падает семечко Божие, как в притче о сеятеле, который мы читаем в Священном Писании, тогда семечко прорастает и приносит добрый плод. Добрая почва приносит добрый плод. Если почва не добрая, плода доброго тоже не будет. Поэтому акцент главный, то есть это цель воспитания — это доброта, чтобы были добрые отношения. Добрые отношения между мужем и женой, добрые отношения между папой и детьми, мамой и детьми, добрые отношения у вас со своими детьми. Если дети будут видеть примеры доброты и будет добрая атмосфера, тогда естественным образом все остальное тоже как-то образуется. И, конечно, печально иногда наблюдать, когда папа и мама вопросов воспитания тянут одеялось, на себя. Когда папа считает, что он прав, мама считает, что она права, между собой они ругаются, дети это замечают. Тогда вообще никакого воспитания не будет. Будет только просто зло. И дети, конечно, потом будут обвинять родителей в том, что они не смогли справиться со своими проблемами и так далее. Лучше пойти где-то на какие-то уступки, но чтобы были добрые отношения, чем если вы, избив всех направо и налево, утвердите свою правоту, но в итоге с вами никто не будет хотеть жить и вспоминать будут только злым словом. Зачем это нужно? Закончу еще раз словами Антонио Великого. Единственный путь познания Бога – это доброта. Соответственно, наши дети должны вырасти добрыми. Это важно. Мы, кстати, слово «доброта» постоянно употребляем. Добрый день, доброе здоровье, добрый молодец, добрый человек, добрый плод. Какой должен быть священник в храме? Добрый. Христос говорит, пастырь добрый, душу свою полагает за овцы. У нас добрый Бог. Если мы хотим познать доброго Господа Бога, то по принципу «рыбак рыбака вид издалека» наше сердце тоже должно быть добрым. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok